клевый ключ subaru forester давно мы subaru разговаривали то чтобы взять на тест-драйв мне сказал давайте возьмем свежую версию спорт свежая версия спорт пришла я сказал давайте возьмем тогда когда чуть-чуть обкатается машина хотя бы там 5000 километров сейчас почти 7 косарей я проехал уже 400 на ней каталась будь что сказать и моторе авариаторе мы все знаем вариаторная тема до сих пор многих волнует но там конкурент x-trail тоже 22 и 5 тоже на вариаторе ничего тоже все ездит и у subaru нравится то что вот нажимая эту кнопочку до созвездия мы открываем автомобиль соответственно когда у вас лежит в кармане ключ хотя здесь бесключевой доступ но в простых версиях как бы его нет то вы всегда знаете что центральная кнопка это у вас открыть значит верхняя закрыть и значит нижняя это дистанционное открытие багажника тут эта функция имеется это стоит 18 200 2 и 5 на вариаторе 18000 стоит не версия спорт и тут разница на самом деле небольшая но есть как бы моменты почему стоит и почему не стоит и брать всего 200 косарей у вас такой будет чуть-чуть нарядники знаете когда вот долго автомобиль производится начинаю с разными версиями закидывает там 70 аниверсари оникс там трд джар спорт сейчас мы про тойоту и как бы чуть-чуть это вроде но обновляет ее вот здесь вот еще есть прекрасная функция которой нет в предыдущей это вертикальный лет противотуманки понятное дело что свет тоже нас диодный основной здесь вот так такое чернение чернение такой вот эти вот спорт вот это вот все колесики 18 и тоже черные 225 55 кстати гулки шины вот эти бишстон дуэллер наверное заменил не знаю что то там из контика что-то из nokian или там еще топовые мишлены машина поедет потише потому что машину изоляции замечательно мы сегодня это проверим она отрешает вас от всего этого мира но вот гул шину чуть-чуть мешает есть вот эта камера которая очень помогает нам как мы знаем при маневрировании ты видишь вот этот угол машины дай-ка посмотрю-ка еще вот ну да здесь сделано все очень хорошо не подкопаешься вы посмотрите тут все вот эти вот все дела японские на тачку много обращают внимание от гаишников до чувака который продает цемент угры смотри у меня он там образа 93 чё как тебе это тачка ну пришлось стоять рассказывать что как вот опять вот эти элементы спорта к слову то это только стайлингов элементы спорта потому что на самом деле кроме вот этого и некоторых других вещей то спорта тут нет есть на панели приборов спорт есть на вышивке вот дверей карты дверных ой прошу прощения смотри спорт спорт вот спорт вот эта про строчка спорт везде вот эти акценты то есть если хотите как-то прикольную тачку иметь и вам не нравится просто белый фор или белый легать кстати новый легать к нам едет то вот можно с этим спортом как бы и свыкнуться о красава ты свернул он свернул и чё мы кстати сегодня не поселке коптерек намного раньше свернули потому что искали такое теневое пространство что было немного такое знаете грунтовочки что мы провалили рассказали как работает подвеска потому что у нас все без монтажа и мы должны выехать грунтовки сразу на асфальт там замер сделать телеметрия уже готова еще раз это объясню как работа с телеметрией не с телефона на работа на телефоне мы только получаем информацию сари спорт вот это тоже спорт вот эта труба не спорт открываем камера есть она самоволочкой кстати она не так интенсивно прыскать под давлением так как у некоторых так просто так лет водичку лет водичку ничего я катался по такой же грунтовки и работает в принципе нормально но отмывает не знаю как будет зимой понятное дело что под давлением работает лучше посмотрим даже может быть сейчас чуть-чуть машина запылилась то мы и вот смотрите открывает закрывается с кнопочки есть режим замка когда закрываешь у тебя все закрывается двери то что у нас 12 вольт раз 12 вольт два нету есть четыре крючка здесь сиденья бросаются два раза бросом оба так по моему лежит мой рюкзак так что мы сейчас его подвинем так ну пол не ступенька но чуть-чуть вверх вот так заходит но в целом можно а ну подожди все нормально типа короче почти он ну назовем что он такой складывается вровень багажник 505 классный багажник мне нравится объема много фоль вообще-то машины которые хорошо раздата в ширину и высоту салона поэтому это большой плюс вот хоть увольте мне сейчас очень мало автомобилю которых истекления большой дугу знаете как на первом раз 4 когда как в аквариуме сидишь и вот все контролируешь тем более заметит что на зеркала расположены дверях и там есть такой маленькая кошечка у передней стоечки не там через него постоянно тебе вот видно когда какой-нибудь вольт проезжает на мопеде там по беспределу велосипедист или еще кто-то идет не дай боже безопасность привыше всего safety first так очень мне нравится что роликовая шторка имеет свою паркинговую зону до назовем это так сидим дальше до каточка небольшой органайзер вот здесь вот можно они за ты органайзера до сюда встает вот этот вот фальшпол пенал ну нормально это что у нас выпало это вот так крючочки снизу есть также можно бросить вторую половинку передних сидений хотелось бы конечно сюда сразу взять допиком резиновый коврик потому что верх ногами сделаем и дело не изменит предусмотрено а мы возим много всякого и вот получается посадка под роликовую шторку здесь все нормально так у меня сейчас зажигание включено я не знаю сейчас багажник закроется включала не закроется зажигание включено зажигание включено я хотел показать как горят фарки закрывается кстати бистру это большой плюс особенно к тем конкурентам кто же японским который закрывается медленнее на черном этот спорт смотрится нормально на белом чуть-чуть вычурно поэтому ну вот темные тона автомобиля конечно наверное будут лучше опять спорт кстати машину пускать японии там есть небольшая маркировка ру она у нас вот здесь вот до tc ru но это лишь означает что мы проходим сертификацию наши машины для нашего рынка в россии так не знаю может быть дешевле может быть удобнее может быть быстрее может быть логистически как-то в общем это так но машины made in japan это в принципе сейчас уже как бы редкость в таком сегменте поэтому большой я считаю плюс про вариатор мы тоже поговорим есть несколько мыслей давай сейчас наверно задний ряд сядем посмотрим что там что форь знаменит своим пространством так просто все сдвинуто можно залазить наверное сам под себя отрегулировался огромное количество пространства у меня в моих ступах над ступой на ступнями ног закрываем что у нас есть подъемки понятное дело в одно касание не работают в передние по работают или передней так 2 секцион двухпозиционные подогрев дивана дефлектор довольно маленький их можно закрыть открыть на 2 1 ампер зарядочки с таким вот смотрите вот как-то так в принципе удобная штука это не usb c просто usb так смотри раз кармашек два кармашек три кармашек раз два три очень круто вот вот за это люблю так мне нравится что здесь под голенью моей вот этот диван он такой обширный и толстый это очень хорошо что чаще всего бифка заканчивается здесь и начинается вот это вот все тоннель здесь есть не самый большой не самый маленький поэтому мы понимаем что третий пассажир будет или так и так так сидится удобно сейчас посмотрим что у нас регулировочкой я не вижу регулировки удивительно да я отъеду отъеду у нас же без монтажа все мы постоянно всем мешаем потому что мне надо чтобы оператор с двух сторон мог обойти автомобиль а тут вон по джерри приехал здрасте мы как всегда косячим перед трафиком вот там еще трафик давайте пацаны проезжать есть дядька какой-то давай я наверное выйду сейчас все потому что ну черт знает сколько тут кататься давайте пока трафик проезжает мы сделаем замер наш классический уже спасибо нашим подписчикам что сказали чтобы мы это делали мы это делаем ширина по передним стойкам чтобы замерить сколько у нас ширина салона это как выясняется важный показатель так меряю по крайне положением 1457 ребята и это очень хороший показатель мы помним до 1400 считается уже как бы нормально так режим холд я сейчас выйду это у нас лазерная рулетка мы с нее сумеем да здравствуйте да вот этот 18 200 тенге 18 миллионов 200 двадцать первый год да и топово стоит 19 1 2 5 мотор самый большой что есть двухлитровый но мы работаем спасибо под передним бампером нахожу визуально самую нижнюю точку получается 222 субаристы любят такие точные цифры на самом деле у нас это не академично и мы измеряем просто вот и подъехал увидел высокий бордюр и думаешь ну чё шкребану нет ну я думаю не шкребанешь потому что 200 бобордюр такой найти еще все бачок четыре с половиной литра сегодня проверяла позитика открыла здесь так низко сидит то есть низкий центр тяжести на мотор оппозитно вот этот вот боксер это по моему называется fb25 поправьте меня потому что сейчас называется fb или fh 20 и 25 2 литра 2.5 ну я прошу садитесь как видите вот 14 а4 вмещается великолепно а подожди нам же надо заглянуть еще да давай покажу вот наш шумомер лежит сертифицирован кстати в казахстане как средство измерения не самый дешевый замеряем с ним шум в салоне на скорости 100 километров в час так давай я сразу уберу рулетку отлично кстати ложится это пусть останется открытым что ты сюда сядешь приехал subaru говорю здрасте забор покрасьте мне говорят роман сумочку возьми пожалуйста я говорю спасибо туда по даже какие-то конфетки наложили да что тут какие-то две конфетки у subaru до слогана еще тут confidence in motion уверен в движении и говорит а мне играет ну как тебе подписчикам каким подписчикам твоим подписчиками и такой мне они говорят тебе будет еще поэтому сам посмотрел что-то вам не скажу но за самый четкий комментарий почему стоит купить forester версии спорта со всеми этими акцентами в салоне снаружи без изменения технической начинки самый четкий комментарий отправлю вам этот подарок не скажу что там но отправлю там ничего нет незаконного поэтому не волноваться не самый дорогой подарок но всяко будет приятного по крайней мере брендированы там значок subaru так сели присели ключ до увидела смотри смартфон здесь помещается у меня 56 этот а полон такой довольно таки не маленький один из самых больших по сути хотя не знаю может быть прошка она побольше давай посмотрим что сюда ну вот как-то так заходит два порта здесь usb один connectivity другой для зарядки для зарядки до кстати 2 1 ампера то есть очень даже хорошо там внизу да давай посмотрим вот куда моя розетка рулетка ложилась дальше даже не заходит сюда заходит это можно так сверху как вы понимаете на дра без монтажа поэтому мы монтировать долго вот это вот не будет у села монетки туда-сюда очень мягкого здесь прям не продавить здесь уже менее мягко но тем не менее продавливаем а вот здесь вот что самое главное тоже продавливаем а и вот они акценты все смотри спорт понятно делаешь на секс мод есть эта система внедорожная subaru на очень много характеристик меняет в трансмиссии и в моторе но никак понятное дело в подвеске не адаптивные амортизаторы тут так для ноги не очень удобно слева лежит на кадре сверху есть какой-то выступ как-то вот приложиться может есть память сиденья у нас есть ночью у нас тут нормальный звук я себе такой же цель поставлю на судзуки на самом деле он будет лексуса скоро буду ставить очечник у нас здесь козырек это есть у тебя тоже есть делаю вот так и смотрите вау привет американский рынок и спасибо американскому рынку что вы вот вот так вот делаете что вы просите что было вот так максимальный комфорт посмотрите здоровый вообще не нравится стекление и стоечки тоники вот она конца про который говорил кайф и конечно не нравится мне здесь монитор здесь монитор здесь монитор нравится мне то что даже не спорте будет вот это вот кнопочка, она подсвечивается чуть-чуть, что есть вот эта кнопочка аварийки, и она как бы такая красная, не красная, но прикольно делана. Apple CarPlay, Android Auto, все есть, здесь меняются режимы, можно включить камеру, причем она расположена удобно вот этой кнопкой view на тоннеле центральном, вот у тебя получается правое переднее крыло, вот у тебя заднее, вот у тебя переднее, так, задняя, кстати, имеет ли она, так, динамической разметки нету, а, но у нас здесь есть, при этом сюда выводится только заднее изображение, потому что, ну, я как RAP еще есть, RAP, это она автоматически тормозит, когда что-то происходит, это кайф, это кайф, потому что часто есть просто сигнализация о том, что происходит, но не тормозит. Тут установлено у нас iSide, это видно вот по этим вот камерам, он делает очень много для вас, здесь где-то расположена прекрасная камера, которая следит за тем, как я еду, ну, то есть я вот так вот, да, на виде меня, я вот, вот так вот с тобой разговариваю при движении, она такая, эээ, юмая, следи за дорогой, ты чё? Поэтому, ну, как-то такое ощущение, что тебе прислуживают ради безопасности, сейчас вот выйду ты и уходи, профиль сидений мне очень нравится, смотрите, вот эта эко-кожа снаружи на боковых валиках поддержки, а здесь такая тканька такая, но попа у меня всё равно потеет, потому что, ну, видимо, здесь всё-таки эко-кожа, профиль сидений офигенный, есть регулировки и у тебя, и у меня электро, но это как бы зад-вперёд-верх-вниз и спинка. Нету поясничного упора, сиденья базаров нет, удобный. Езжу, нет у меня недостатка в том, что поясницу не подталкивает там, чтобы её ровнее сидеть, потому что так, ну, сижу более-менее ровно, но вы знаете, в дальней дороге, я и на этой машине дальней дорогой катался, вот именно на форе, на белом, и вот было ощущение, что иногда надо поменять тебе настройку сидения, просто чтобы не затекала спина, там, ноги, там, голень, не знаю, бёдра, шея, и как бы здесь этой возможности нет, но ехать в городских условиях не на дальней расстоянии комфортно, поэтому, ну, хотелось бы, чтобы был поясничный упор, но его нету, насколько я знаю, даже в самой высокой комплектации. Потом подголовник, очень удобно, вот слышно по звуку сейчас будет, раз, два, три, четыре, четыре регулировки у него есть. Че, уже жарко? Уже жарко. Подрулевые лепестки, черненькие, возможно, они бы серебристые в другой версии электроусилитель руля у нас делает, раз, два, два с половиной, очень много кнопок, смотри, внизу подогрев руля, здесь ты в TripComputer входишь, вот здесь очень много всего адаптивкой заниматься круиз-контролем, а с другом сегодня ездили, он говорит, румун, румун, ну чё такую, мой одноклассник, Тимур, Тима, салам, он хочет купить эту тачку, всё ему понравилось, говорит, ну я много в чём не разобрался, хотя начал сразу адаптивом играть, начал сразу там тормозить прямо перед машиной, чтобы посмотреть, как она будет работать, срабатывать с системой страхующей, потом, когда я ему тачку сегодня, ну, надал, меня повозил, мы по делам поездили, покатались там, через дорогу на Кенсайт, там, на Медео, он сказал, блин, нравится, ему понравится, как работает вариатор, ему понравится, как работает мотор, ему понравился расход 10,7, мы катались, понятное дело, сегодня, нажимая на педаль, здесь, там, там, педаль хотелось бы, кстати, напольную, она здесь не напольная, память сиденья уже говорил, вот здесь есть целый блок кнопок, и они у нас все есть, нет никакого пробела, отключения, включения разных систем, вплоть до регулировки высоты, открытия багажной двери, а сараш, это адаптивный свет, там, насколько помню, вечерком ты едешь, вот так, который поворачиваешь, и фарки такие, следят за датчиком на рулевом валу, насколько я себе это представляю, сюда тоже можно выводить информацию, уже даже не помню, как, вот тут, смотри, нажмите кнопку, у нас тут, смотри, сколько систем у нас сейчас включены, и полоса, и робот, и мониторинг водителя, и адаптивка, то есть они все активированы, и они могут работать, уже не входя внутрь совсем глубоко настроек, чтобы их там включить или выключить, потом, что у нас, смотри, вот он, крен у нас нулевой, отлично, состояние полного привода, это мы, типа, если поедем, она будет, она показывает, да, какие еще задействованы, так, все, оказывается, пять минут осталось, много про Subaru говорю, ох, много, как я люблю эту марку, мой первый новый автомобиль, как раз был Subaru Impreza 2.0 R, 2006 года рождения, на механике, на атномоторе 160 сил, ну и время поговорить о том, как едет по пересеченочке, а здесь у нас не когти-рек, но, тем не менее, думаю, будет весело. Во-первых, не чувствуется тучности автомобиля, очень хорошо срабатывает система стабилизации, корректно гасит, ну и на 18-й колесах, ребят, найдите еще один автомобиль, за эти деньги, который будет настолько комфортным и тихим при прохождении такой, ну, грунтовочки. Мне кажется, очень хорошо справляется с Subaru. В городе вообще люки, стыки люков, стыки на мостах, проезжаем, тихо все, да, очень острой неровности, уже понимаю, что подвески больно, но в целом крайне комфортно, я не думаю, что вы где-то будете по жестким камням дубасить, там, по 40 км в час. По геометрии тоже все хорошо, я там выложил, в общем, несколько видео о том, как мы путешествовали сегодня по трассе от Кенсайя до Royal Tulipa, это Алматы. Ну, 18-200, вот скажу, что за Made in Japan 18-200 нормальный, даже 19 миллионов за топ тоже нормальный, там еще будет люк, Harman Kardon, там несколько плюшек интересных. Ну, а мы, так как много базарили, выезжаем на наш новый отрезок. Телеметрия, я надеюсь, у нас готова. Пожалуйста, будь готова. Она готова. Положение, здесь можно выбрать спорт или intelligent, выбираем intelligent, ну, то есть, скажем так, normal. И сейчас Газ в пол. Старается, старается. Вот они где лопасти были. Надо будет заехать. 12-41, ну, не скажу, что прям чудеса, но что есть, что есть. Машина, конечно, в первую очередь город, ну, и знаете, такой город с изменяемым ландшафтом, с его геометрией, как Алматы. Там в некоторых странах можно и за бездорожьем считать. У нас можно там во двор заехать и полностью закопаться. Поэтому вот выезды с семьей на дачу, на Копчегай, за город, может быть, в Астану смотаться раз в год. Вполне себе офигенный выбор. Ликвидность потрясающая. Тачка made in Japan. Больших минусов, огрехов я не вижу. Не потому, что мне тачка нравится. Даже вот по рулю кажется то, что оплетка у нас такая жесткая. Вот и хорошо, потому что я видел матовую эко-кожу, обтянутую в новые автомобили, в новых автомобилях. И я видел, что через два года с ним происходит. Вот это вот будет держаться дольше, как полагается. И вообще, он такой штурвальный руль. Очень много кнопок такой, знаете, авиатема до сих пор Subaru осталась. Ведь когда-то они начинали с строительства техники, которая летает. Давай сейчас замерим, сколько у нас машина поедет. По шуму. И все. Что-то как-то мы быстро взяли и оттарабанили Subaru. Так. Считаем. Врет всего лишь 3 километра. 66. Удивительно. Я думал, будет ниже. Ну, что есть, то есть. Мы тут ничего не придумываем. Надпись Sport вон там есть у меня. Вот эти вот окантовочки, стрелочек посередки, спидометра и тахометра. Тоже они оранжевые. То есть, ну, акцента хватает, что заявите, что это у меня такая комплектуха. Не знаю, вот если выберете нормальный темный цвет, то эти акценты будут ништяк. Если будет белый, то, наверное, многие скажут, чудом подперекрасился. Да, по идее, все это можно перекрасить и сделать строчку и прочее, но тогда вам это станет не в 200 тысяч разница, а в лям. В нормальном детейлинге. Обкладывать. Мне все закрыто было. 66. Subaru. Ну, что такое? Я думал, будет, блин, 62. Ну, ладно, что есть, то есть. Тачка абсолютно стоящая по своему пространству. Вы посмотрите, сколько. Мы там не измерили сзади, потому что уже я не думал, что у меня там кубиков хватит, но здесь, блин, просто здесь 10 сантиметров, там по ногам чуть ли не 20 сантиметров. Тимур товарищ, мой одноклассник, который сегодня ездил, он такой повыше меня, покрупнее. Он говорит, Роман, сколько тут места? И почему? Говорит, я вот так еду, мне нормально. У него, кстати, 3 бэмка была. Я говорю, а что у тебя было ненормально в других новых машинах? Он говорит, а мне вот так приходит сидеть, потому что мы знаем, да, стекление все у нас со временем, со сменой поколений стремится к нулю вообще. Мы скоро будем как в амбразуру смотреть, как в хаммерах. А здесь, говорит, прям, посмотри, какие окнища. Все, и для детей хорошо, и все видно. Вот, кстати, задняя открывается, интересно, полностью окно. Нет, полностью не открывается. Бля, детей, безопасно. Ладно, ребята, будет впереди очень много тачек. Так, мы выстроили прекрасный график. Также мы планируем, что вот одна поездка сорвалась, потому что решили делать ее позже. Не мы, а приглашающая сторона. Будем за рубеж летать. От России до... Где я только не было. Теперь будем с оператором делать там драй без монтажа, потому что на горячее, новые тачки. Будем искать где-то место, чтобы сразу дублем без монтажа все сделать. Потому что от этой рубрики отказываться не будем. Это будет именно вот в этом формате. Поэтому подписывайтесь на канал. Про подарок не забывайте. Ну, как подарок, комплимент. И в комментариях я уже вижу, там рубки встают и не со мной. Ну, иногда бывает и со мной. Что-то, обвинения какие-то. Я к всему прислушиваюсь. Относительный бред. Ну, просто понимаю, что бред есть и без него никуда не деться. По лайкам вижу то, что тоже у нас не все хорошо. Очень много дизлайков, потому что машина может понравиться, не понравиться. Я могу понравиться, не понравиться. Но тогда не смотрите вы на меня. Просто я несу информацию. Воспринимайте меня как источник информации, который происходит без монтажа, без заучиваний. Если есть какие-то косяки, то говорите мне об этом. Будем исправляться. Ну, а мы едем. Адаптивный круиз сейчас включу. И мы через байсерки выйдем на кульжиночку и поедем в Subaru Center отдавать тачку. Вот сейчас здравствуй наш поселок Коктирек. Едем в спокойном темпе, потому что тачка для спокойного момента. Последнее, что скажу про вариатор. Досмотрите до конца. Я сделаю пост об этом. Вариатор. Здесь, во-первых, он клиноцепной. То есть, это элемент, как бы там таких клыков железных есть, которые по шкифам ходят, по этим барабанам, которые прям глянцевые. Если вы перегреваете вариатор, то что происходит при перегреве? У нас физика пятый класс, объект расширяется. То есть, цепь у нас расширяется и где-то проскальзывает. Когда начинает проскальзывать из-за того, что температура высокая и прочее, то она начинает оставлять такие насечки вот на этих барабанах. И поэтому, если вы тачку бывшему купили на варике, слышите, что он подвывает прям откровенно, потому что вот здесь этого сейчас, это не подвывание, а там прям такое то, значит, уже как бы шкивы они такие, там есть какие-то отпечатки нехорошие, так называемые задиры. Поэтому, если увидели, что перегрев произошел, а в городе он у вас никогда не произойдет, потому что я на машине перегрел только тогда, когда 3 часа ехал, там очень медленно, со скоростью 2 км в час там от Асы до Бортагая по каменным тоннелям, с постоянной пробуксовкой работы всех систем. Все, у нас тогда перегрелось, полчаса подождали, поехали дальше. И никогда она потом дальше не выла, потому что мы выдержали этот момент. Не заставляйте дальше машину себя изламывать. Ну и, наверное, мы обычно заканчиваем подпиской, а тут я такой экскурс дал. Поэтому напишу в первом комментарии, чтобы вы посмотрели до конца. Давайте, драйв без монтажа продолжает для вас в формате без монтажа одной кнопочкой выдавать свежие тест-драйвы автомобилей на казахстанском рынке. Надеюсь, не только. Кнопку вначале нажали на REC, в конце сейчас нажимаем, выкладываем на YouTube. И вот оно, вы это смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok